Среди пяти главных скандинавских сказочников – Лингрен, Андерсон, Весли, Янсен и Лагерлёв – Весли стоит на особицу. Каждая ее книга меняла взгляд маленьких и больших читателей на людей, которых было принято высмеивать. Самые знаменитые из них – серия повестей о семье с восьми детьми, которых кормит папин грузовик. В развлекательной детской литературе середины XX века не так часто поднимались социальные темы. Писатели предпочитали брать обычных девчонок и мальчишек, чтобы читателю было легко себя ассоциировать с главными героями. Мама на работе, папа на хозяйстве – это смешно или это немного другие вызовы и ситуации, чем те, с которыми сталкиваются в более традиционных семьях? Многодетная семья и ее быт. Пово задуматься, какие могут быть решения в условиях, которые для многодетной семьи окажутся более сложными, чем для обычной. Деревенская жизнь, происхождение, бедность, безработица – это не повод для назиданий. Это необычный опыт, про который интересно читать. Привыкая и понимая, что даже очень отличные от нас люди, все равно по большому счету такие же, как мы. Тот, кто в детстве не переживал за восьмерых детей их таксу по прозвищу «самоварная труба», потерял немало. Аня Катарина Вестли родилась в 1920 году в Норвегии в простой семье аптекарей и школьной учительницы. Любовь к литературе ей и старшему брату, вероятнее всего, прививала мама. Оба и брата сестра позже прославились, став писателями. На Аню Катарину всегда сильно влиял старший брат. Он любил театр. И Аня Катарина тоже любила. Когда училась в университете, параллельно участвовала в любительских спектаклях, как актриса. Он работал на радио, и предложение тоже попробовать себя на радио его сестра приняла с энтузиазмом. Так на радио она вела детские передачи. В 1951 году начальство радио оценило ее талант рассказчицы и предложило рассказывать свои истории в отдельной передаче. Из этих историй потом выросли многие ее повести. В 1963 году Анна Катарина стала актрисой в популярном комедийном телесериале для детей. В 40 лет Вестли стала звездой телевидения. Первая книга писательницы, вышедшая в это время, была совсем ориентирована на маленьких ребят. Последовавшая за ней серия о девочке Авроре из корпуса С, чья мама работает, а папа сидит с детьми дома, но тоже работает удаленно, наделала очень много шума. Она кидала вызов стереотипам о том, как должна выглядеть счастливая семья. И по-новому подавала вопрос мам карьеристок и домашних пап, которых принято было осуждать. Семья самой Анны Катарины была именно такой, если есть и другие, не менее интересные произведения. Например, истории про Щепкина. Очень правдивая история о жизни обычной семьи. О радостях, тревогах, встречах и расставаниях, приятных сюрпризах и жизненных трудностях. История начинается с того, что семья, мама, папа, мальчик Андрес и его брат переезжают в собственный дом. Родители целыми днями на работе. Брат учится в школе и все заняты своими делами. А вот наш главный герой, которого в книге называют просто малыш, и ему, кстати, всего 4 года, полностью предоставлен самому себе. Рядом с их домом нет соседей и детских садов, поэтому мальчику совершенно не с кем поиграть. И он чувствует себя ужасно одиноким. Но вдруг в его жизни появляется Щепкин. Щепкин – это обычная деревяшка. Но именно деревяшка становится для малыша самым настоящим другом. Поведение Щепкина ничуть не отличается от человеческого. Он может разговаривать, смеяться, спорить и ворчать. А еще он боится темноты, громких звуков, игрушечного тролля, коварных девчонок и многого другого. Но, несмотря на свои страхи, Щепкин всегда находится рядом с малышом в трудные минуты. Вымышленная жизнь малыша приплетается с настоящей. Он и спасает друга от коварных девчонок, которые украли Щепкина, чтобы одеть на него красивые наряды и поиграть с ним. И помогает маме в магазине. Собирает рассыпавшиеся болтики, протирает пыль и прочее. В магазине, где работает мама, находится его мечта – красный велосипед. И в конце концов, за хорошую помощь маме и великое терпение, директор магазина осуществляет мечту Щепкина. В третьей книге малыш отправляется в опасное путешествие в кузове грузовика, за рулем которого сидит сам Щепкин. Он только хотел немного поиграть и сел в кабину, а машина поехала сама. Но не стоит переживать, все закончится, как всегда, богополучно. Анна, как ведущая, много времени проводила на работе, а ее муж Йохан отлично рисовал дома. Так что с кем будут дети – вопрос не вставал. Когда Анна Катарина написала свою первую книгу, Йохан нарисовал к ней иллюстрации, а потом ко второй и к третьей. Он рисовал иллюстрации каждой книги своей жены до самой своей смерти, а этих книг было 56. Многодетное семейство с бабушкой, таксой и грузовиком знакомо многим российским читателям, именно по его иллюстрациям. За саму серию книг Анна Катарина получила несколько литературных наград, а за свой вклад в культуру страны – Королевский орден святого Олафа. В 70-х годах историю папы, мамы, восьми детей и грузовика экранизировали, сняв два телесериала. В обоих Анне Катарина сыграла роль той самой пугливой, бесстрашной, наивной и находчивой бабушки, и, вероятно, лучшей исполнительницей этой роли было не найти. Анне Катарина в роли бабушки прожила долгую счастливую жизнь и почти 50 лет с нежно любимым мужем. Муж у нее умер в свои 70. В 2006 году у писательницы обнаружили болезнь Альцгеймера, которая развелась вплоть до потери речи. Этой болезнью, к сожалению, страдали в ее семье многие. Как у бабушки из книги, последние годы жизни Анна Катарина провела в доме престарелых. Дети и внуки навещали ее регулярно. В 2008 году любимой сказочницы норвежцев не стало. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok